Здравствуйте, уважаемые родители! Продолжаем разговор об иммунитете. Я надеюсь, что предыдущая информация оказалась для вас полезной, и вы немножечко по-другому взглянете на вашего ребенка и на его состояние. Значит, продолжаем наш разговор. Новорожденный ребенок рождается стерильным и сразу же попадает в окружение огромного количества самых разных чужеродных веществ, чужеродных агентов, которые несут в себе вот эту генетическую информацию, их несут антитела, которые, вернее, их несут вещества, которые находятся в чужеродном организме. Это вещества называются антигены. И вот попадая в организм ребенка, они заставляют ребенка в его крови вырабатывать вещества, препятствующие развитию и размножению этих антигенов. Эти вещества, образованные в организме человека, называются антитела. То есть антигены – это вещества, находящиеся в организме чужеродного нам вещества, чужеродные бактерии, вирусы и так далее. Антитела – это вещества, которые образуются в организме самого человека как защитные вещества. Так вот, врожденный иммунитет у новорожденного ребенка несовершенен. Он ушел от матери, он перестал получать полноценную защиту. Защита ребенка новорожденного приходит только с молоком матери. Это хорошо, это полезно, но это недостаточно, потому что количество в окружающей среде чужеродных составляющих огромное, и ребенок просто не справляется с этим. Поэтому, учитывая, что в организме ребенка еще приобретенный иммунитет на полную мощность не работает, должно пройти время, пока клетки крови малыша не столкнутся, не запомнят все те факторы, которые есть в окружающей среде. Они еще не научились распознавать врагов, а определенные виды лимфоцитов не научились их уничтожать. Поэтому ребенок, казалось бы, беззащитный. Но это не совсем так. Тем не менее, ребенок защищен. Почему? Потому что еще будучи в организме матери, он получает достаточное количество иммуноглобулина G. Вспомним прошлую нашу встречу, где мы говорили о иммуноглобулинах. И вот иммуноглобулин G, он находится в крови и непосредственно достаточно специфичен, который на различные вредные тела, вредные антитела, которые воздействуют на ребенка. Особенно иммуноглобулин G помнит те инфекции, те микробы, с которыми сталкивалась мать в течение своей жизни. Иммуноглобулин G, он небольшой по своим размерам. Соответственно, он очень легко проникает через плаценту и циркулирует в крови уже ребенка. И на момент рождения иммуноглобулина G у ребенка столько же, сколько было у его матери. Причем, вот здесь нужно отметить такой факт, что чем ребенок более недоношенный, тем меньше у него иммуноглобулина G, то есть тем менее он защищен. Поэтому, естественно, что недоношенные дети, они более подвержены различным инфекциям и так далее. И с возрастом количество иммуноглобулина G уменьшаются за счет того, что он разрушается от матери, он больше не поступает. И уже к полугоду он практически сходит на нет, а если ребенок на искусственном вскармливании, то и гораздо раньше. И вот здесь ребенок становится менее защищенным и начинает болеть, начинает сталкиваться с инфекцией, которая его вызывает различные заболевания. Постепенно начинает увеличиваться количество иммуноглобулина M в крови ребенка, который встречает врага первым, если вы помните. И иммуноглобулин A. Иммуноглобулин A, который, напоминаю, защищает слизистые оболочки, вот он в большом количестве поступает в организм ребенка через грудное молоко. Поэтому чем больше мать, чем дольше мать кормит своего ребенка грудью, тем лучше слизистые ребенка защищены от проникновения и чужеродной инфекции. А слизистая оболочка того или иного органа, это оболочка, собственно говоря, самая первая, которая контактирует с различными инфекционными агентами. Особенно это касается слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта. Поэтому грудное вскармливание это практически основная профилактика проблем, связанных с желудочно-кишечными заболеваниями у детей первого года жизни. Поэтому те, кто на искусственном вскармливании, они очень легко цепляют различные кишечные проблемы, нарушение стула, боли в животе и так далее, и так далее. Собственно, свой иммуноглобулин А ребенок начинает полноценно образовывать только к 4-5 годам. Ну, я не призываю вас до 4-5 лет кормить ребенка грудью, это не нужно и бессмысленно. Но максимально долго, и в этом есть свой непосредственный резон. Кроме того, возникают вопросы, да, следствие из того, что я сказал, как же укрепить иммунитет новорожденного ребенка. Но прежде всего, это нужно начинать еще во время беременности. правильное питание матери, будущей матери, да, беременной женщины. Прогулки, гимнастика, профилактика и лечение осложнений, очень внимательное, серьезное отношение к всевозможным инфекционным заболеваниям, которые мать переносит во время беременности и так далее, и так далее. Это, в общем-то, основные средства укрепления иммунитета у новорожденного ребенка. Значит, ну, а после рождения, еще раз напоминаю, это обязательно грудное вскармливание максимально долго. Я не говорю о том, что оно должно быть единственным видом вскармливания, я говорю о том, что оно должно максимально долго присутствовать в рационе ребенка. Ну и правильный уход. Значит, давайте очень бегло пройдемся по основным моментам, которые влияют на иммунитет, а на следующих наших встречах мы более подробно разберем ситуации, направленные на повышение иммунитета детей более старшего возраста. Итак, первый момент – это условия жизни. К сожалению, качество жизни, качество жилья, качество санитарных различных условий, оно непосредственно влияет на иммунитет ребенка. Проветривание, свежий воздух и так далее, и так далее. Режим дня не может не влиять. Следующий момент, который почему-то уходит с поля зрения во многих семьях, это психоэмоциональная атмосфера в семье. Скандалы, ссоры, не очень, скажем так, здоровый образ жизни родителей в семье, не говорю уже о курении в семье, в доме, и принятии алкоголя и так далее, уже о наркотиках вообще не говорим. Это снижает иммунитет. Отношение родителей к ребенку, психоэмоциональный покой в семье для ребенка, это очень сильно бьет по иммунитету. И в семье, где ребенок не чувствует свою любовь, не чувствует внимания, чувствует себя обделенным, он не будет здоровым. Никогда он будет часто болеть, и его иммунитет не будет, соответственно, сильным. Качество питания. При всей сегодняшней сложенной экологической проблемах ежедневный рацион ребенка должен включать в себя все необходимые витамины, макро- и микроэлементы и минералы. Несбалансированное питание снижает иммунную систему. Причем, как парадоксально, может быть, для кого-то прозвучит, но сбалансированная, я имею в виду, сбалансированность белков, жиров и углеводов. Не надо садить маленького ребенка на какие-то вегетарианские, веганские и прочие диеты. Это не приводит к положительным результатам. Такие дети начинают страдать резким снижением иммунитета. Ну и иммунная система ребенка очень плохо приспосабливается к различным врожденным или приобретенным хроническим заболеваниям, потому что органы внутренние, пораженные болезнью, они снижают иммунитеты. Кроме того, состояние кишечной флоры ребенка, наличие там паразитов и прочих простейших, может быть, грибков, может быть, лямбли и так далее, резко снижает иммунитет, потому что забирают практически все силы ребенка на борьбу с ними, а остальные микробы и инфекции поднимают голову. О том, какие методы позволяют, правильные методы позволяют повысить иммунитет ребенка, мы поговорим с вами на следующих наших встречах. А сегодня я с вами прощаюсь. Рад был на нашей встрече. До новых, как говорится, встреч в эфире. Берегите себя и будьте здоровы.